ребят всем привет да все ретрит это большое откровение самого себя спасибо за сердечки да ребят я бы сегодня наверное хотела поговорить и ретрите немножечко немножечко больше раскрыть именно эту тему потому как я понимаю что многие ребята они даже не предполагают вообще что происходит на ретрите для чего туда ехать и некоторые вообще думают что марафоны личные консультации какие-то открытые встречи это тоже самое но это все про другое и как раз я бы хотела раскрыть чтобы у вас было понимание что такое марафоны что такое личные встречи что такое ретриты и консультации то есть консультация это как как скорая помощь когда ты понимаешь что тебе нужно здесь сейчас решить какую-то какой-то вопрос но у тебя нет на это своих ресурсов физических психических психологических моральных духовных душевных хоть каких просто вот бывает такое что вот в ноль и именно для этого нужны консультации но еще могу сказать что ребят мне очень многие пишут например такое что светлана помогите мне вот это вот это или там а что мне делать вот с этим вот ребят я по sms не отвечаю я не разбираю рисунки по sms я не отвечаю на какие-то вопросы у меня правда нет на это времени немножечко тоже уважайте мое мое время потому что она я не могу так по sms но вы представляете вы свою жизнь выручаете в руки двум предложениям это ненормально я вам не говорю не на я не знаю там часовую какую-то консультацию да это в любом случае будет вот какой-то кусок из этого кусочка то что я вам хочу передать это что вы примете это абсолютно скорее всего будут две разные вещи поэтому если если что-то интересует вот это не ответь мне на вопрос что мне выпить вот мне сейчас плохо вот что мне сделать это не про это ребят вот вообще не про это вот поэтому если хотите какие-то каких-то больше больше моментов осветить то наверное это про это сейчас подождите окошки закроет что-то у меня тут по-моему шумно и вы не говорите секунду секунду все вроде бы потише сейчас будет так что касаемо что касаемо марафонов марафоны это там по это более полная информация наверное не информация это мой опыт это ваши вскрывашки тоже но когда у вас нет возможности приехать лично по разным причинам живете где-то нет возможности доехать нет возможности финансовая нет еще там времени еще что-то еще что-то именно поэтому я создаю вот эти вот марафоны есть марафоны у меня вот такие вот мини марафону как мини там мало людей и где я работаю с каждым прорабатываем каждый прорабатывал каждого человека у них определенная стоимость есть прям совсем эконом эконом это не потому что кто кто-то там не может да это когда массово то есть я меньше отвечаю на вопросы я не ковыряю каждого отвечаю вернее на вопросы но я не ковыряю нет нет столько времени чтобы сковырнуть каждого но на этих марафонах вы вы тоже учитесь вы тоже учитесь принимать себя вы тоже учитесь познавать себя вы тоже учитесь понимать а что там происходит и именно поэтому я разбила чтобы у вас не было гнишанина какой-то в голове поэтапно то сначала мы вот он познаем себя потом вот это это и вот это и так будет просто удобнее для вас вот но что касается ретритов ретрит и другой уровень ребят 30 на ретритах мы может быть с первого взгляда покажется что это там какие-то поболтушки но ребята которые были на ретрите и как правило они возвращаются на следующий на следующий на следующий то есть у нас уже такая вот вот такой шабаш организовался да когда люди познают себя нет ограничений и я с вами уже разговариваю не просто как про поговорить а мы с вами выходим на другое восприятие себя в другую плотность да мы с вами входим в другую плотность где нет рамок где нет бедности где нет болезни где нет обид разочарования еще что-то там этого нет это про другое и когда вы приходите на ретрит вы понимаете о чем я говорю я очень многих вещей не могу сказать в открытом эфире я про это уже говорила мне очень многие пишут а покажи что у тебя произошло а покажи что у тебя за эти года произошло а что с тобой стало а что это а что то я не могу этого сделать потому что каналы вы видите сами я не буду сейчас называть канал который просто закрывают их просто баня точно так же как у меня закрыты несколько каналов и постоянно нам ставят какие-то страйки поэтому у нас бывает что такие вот эфиры с с переменным успехом дата то каждые недели то бывает что реже вот но этот ретрит он был не просто ретрит это был ретрит вместо силе то есть я знала кто поедет я знала что они готовы потому что иначе по человека просто порвала 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 это наверное даже с где-то я бы сказала в прямом смысле этого слова потому что он когда раскручивается энергия не всегда физика выдерживает как ни крути мы намного больше намного глубже чем мы можем себе представить и если вы если вам интересны всякие наблюдения исследования каких и либо умных людей да вот то вы знаете что вы человеческая энергия она одного человека она превышает энергию солнца да это так у нас очень много моментов о которых мы даже не предполагали у нас есть определенное когда мы выходим на определенные вибрации себя мы можем познавать другое то есть есть места где может побывать человек есть места где может побывать определенного определенной вибрации человек да вот и мы как раз так у нас случилось что после ретрита мой такой таким маленьким коллективом тремя человеками поехали на другие в другие места нас там забрасывали я не знаю как они называются эти машины которые такие про с огромными с огромными огромными колесами вот нас забрасывали на этих машинах потом нас довозили на катерах в определенные места да где там практически уже нет туристов и там абсолютно другие вибрации там абсолютно другое раскрытие но ты понимаешь что ты туда можешь приехать только в определенном состоянии то есть ты не можешь туда прийти ты бы не смог там нет людей не туда не доходят люди которые ведут определенный образ жизни по разным причинам им не хочется им тяжело они устали то есть миллион миллион может быть всего ты самые простые назвала да почему они туда не не могут войти и когда туда поднимаешься там все про другое и ты понимаешь насколько ты можешь расширяться и это вообще не про не про вот этот социум то есть ребят когда мы говорим про социум это становится неинтересно вот когда мне уже задают вот такие какие-то банальные банальные вопросы как вот с этим быть как вот с этим быть я понимаю что это ваша жизнь я понимаю что вы еще там и я в каждом эфире пытаюсь вам раскрыть что это же все на ладони лежит этого нет любые страхи любые ваши ограничения безденежья болезни рамки и барьеры это всего лишь ваши мысли это не вы это ваши мысли которые вы придумали и за которые вы цепляетесь уберите мысли дефицитарности и через мысль погрузитесь самого себя кто я и когда вы держите я есть через мысль пусть через мысль то эта мысль становится вами она разливается внутри вас и тогда у вас идет восприятие я есть без ложных мыслей без замков которые вы выстроили себе в голове без социальных программ тогда вы возвращаетесь к себе и это абсолютно все про другое не бывает ограничений все что есть сейчас все что вы видите это все для вас для каждого из вас не для кого-то либо не для него потому что он лучше и красивее не для него потому что он богаче не для того не для него потому что вот его у него там нет семеро детей для каждого из вас все для каждого из вас а если вы еще до сих пор думаете что я это не могу и у меня это не получится то это всего лишь ваша мысль как ее убрать работайте вы можете это делать самостоятельно вы можете выбрать себе проводника на данном этапе жизни и это не страшно это классно когда есть тот человек который вас может провести это не обязательно могу быть я хоть кто угодно может быть тот с кем вы чувствуете себя раскованным чтобы через свою раскованность через честность прийти к себе и когда вы приходите к себе тогда у вас не становится нет ограничений понимаете ребята чем именно все это и есть наших ретритов спасибо за сердечки следующий ретрит будет в москве будет ретрит потом сочи вот и уже я уже говорила будет раз в год скорее всего будет закрытый ретрит я в нигде не буду афишировать это будут уже люди которые которые готовы идти дальше их немного и там будут тоже раз в год но и наверное мы составим уже расписание на год потому что у меня спрашивают очень часто чтобы подгадать отпуск подгадать какие-то там выходные дни там не знаю что что подгадать наверное расставим расписание на на год и возможно в следующем году летом будет и на алтай и на байкале будет два ретрита кому как удобно будет приехать ну то есть будут еще ретриты конечно же и сочи потому что сочи здесь абсолютно другая у каждого каждого города есть своя специфика есть своя плотность и когда я выбираю какой-то в каком-то городе ретрит либо встречу это ребят не потому что вот много человек написали мне много где пишут а потому что я это чувствую что нужно там и вы все прекрасно знаете что я собиралась ехать в крым устраивать живую встречу но набралось мало народа и мне в последний момент написал человек что говорит только приезжайте вот пусть нас будет там мало человек я все все расходы все пока покрою как бы финансовый вопрос не стоит и и перед тем как купить билеты я понимаю что что-то вот не то что ну вот оно не идет и мы прям отказываемся от билетов моих это аннулируем эти билеты аннулируем билеты я понимаю что туда ехать не нужно и и билеты аннулировали те которые мы взяли на обратный путь и вот в это время если бы мы ехали обратно сюда в сочи с крыма в это время как раз произошла неприятная ситуация с мостом с крымским то есть нас бы конечно бы уже не было скорее всего и что-то там случилось то есть понимаете все все моменты все ситуации когда вы научаетесь чувствовать себя они вас они не оберегают вас вы если нужны еще здесь вы здесь будете но это только через благо это только через через честность через дарение по-другому никак не может быть как только вы начинаете себе брать это всё это труба ребят правда вы же ничего по факту не можете себе взять что вы можете себе взять что ты можешь себе взять если все твое куда ты это осознаешь тебе хочется раздать потому что это все то и ты раздаешь и опять все твою ты раздаешь и опять все твое ты раздаешь и снова все твое то конечно ты будешь только раздавать из любви из благости из изобилия и это абсолютно другие состояния так ради вопроса ретрит это большое откровение самого себя да да галочка наталья слона очень рада тебя видеть я тоже очень рада что вы смотрите эфиры значит они еще нужны значит интересно разолен ты моя ангел ты мой ретрит произошел все мои ожидания светлане цветочки спасибо я еще хочу на ретрит ты еще приедешь даже не сомневаюсь ангелиночка вот да ребят пишите вопрос если есть вопросы я с огромным удовольствием отвечу любые не обязательно только по ретриту вообще любые вопросы пишите и я поотвечаю спасибо за то сердечки да и еще ребят так сложилось что не останавливаемся на том что есть максимально делаем для комфорта для комфорта чтобы что как мог чтобы как можно больше людей вышли из этой пелены лжи и вот с этими вот голоданиями голодовку я смотрю в чате ребята идут на такие аскезы я им пишу игру ребят через аскезу никуда не уйдете амиграт нет через аскезу мы вот выстраиваем себе прям что у нас все хорошо какие числа в москве и сочи ретриты пройдут ребят на меня вообще давать я еще расскажу я москва с 27 по 31 октября а сочи с 10 по 14 ноября вот а дальше мы составим расписание то я считав куда идти и стоит ли как результат и доверяясь им ощущениям наговорят а вдруг упустишь и смотришь и из ограничений ну есть такое да ну вы же как это ты смотришь не из ограничений то есть ты же да ты же можешь смотреть разумно что и смотрите но такой банальный пример да как у меня спросили а деньги как вот я например что-то хочу из вот это я транжирю нет есть когда ты через удовольствие когда твое и ты для себя делаешь в пользу себя а есть когда ты делаешь делать чтобы в социуме себя чувствовать по иному чтобы кто-то на тебя смотрел по-другому чтобы к чему-то там прийти ребят к чему бы мы не шли это просто путь это не цель мы не дойдем до чего-то пока вы это не поймете вы будете всегда видеть цель и будете всегда в разочаровании потому что она будет как морковка уходить то есть вы будете думать что вы достигли одной цели сейчас поставите другую а по факту вы просто себе ставите новые 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 препятствия чтобы не идти в легкости вот и всё это как раз про то что когда про депривацию до когда мне говорят а как лучше депривировать и как лучше это делать депривация тоже не просон депривация очень много говорят про депривацию вот я не приверу я депривирую но почему-то вот эти вот все мега деприватор они не раскрывают что происходит с телом а А что происходит с телом на депривации, когда вы не спите? Что происходит в мире, когда вы спите? Что происходит с теми людьми, у которых уже нет сна? Почему у них нет сна? И что происходит с теми людьми, у которых есть сон минимальный, либо редкий? Вы задумывались когда-нибудь, что у них есть ещё другая стадия? Это стадия перехода из одной плотности в другую. И это другие состояния. И когда вы их увидите и научитесь их славливать, вы можете стыковать две плотности. И это уже большой результат для самого себя. И об этом мы тоже поговорим на марафоне про депривацию сна. Так что присоединяйтесь, ребята. Света, спрошу. Рвёт после еды. Тело в основном стало так себя вести. Как быть? Как себя слышать? Не есть, пить, что делать? Невкусно. Благодарю, что вы есть. Мария, ну вообще я не знаю, какой у вас образ жизни и почему рвёт. Рвёт, как правило, рвёт, это когда были неправильные заходы вообще на голодание, я бы так сказала. Пусть будет лечебное голодание. Когда были неправильные заходы. Во-первых, рвёт, это скорее всего печень срабатывает неправильно. Там вот идёт сфинктер или как они называются правильно, не знаю, я не медик. Они неправильно открываются. Это первый момент, чтобы они правильно открывались, попробуйте. Если рвёт от еды, начните тогда, перейдите на зелёные коктейли. Это любая зелень, лучше, конечно, дикоросы. Если есть возможность пособирать где-то травку, вот, я просто не знаю, в какой вы местности живёте, то это вообще идеально. Если есть у вас одуванчики, но они, наверное, есть везде. Они горькие одуванчики, но их можно сделать бананом, банан нейтрализует. Вот одуванчики, крапиву не надо, когда рвёт. Вот одуванчики очень хорошо. Одуванчики ещё какую-нибудь можно там дополнительную травку. Можно только одуванчики, банан и воду. Делать консистенцию, как жидкий йогурт. И попробуйте посидеть пока на этом. Как только у вас это будет с питанием нормально, то уже можно в другие моменты. Но я не могу вам всё вот это вот рассказать. И именно поэтому, ещё говорила вам, что у нас ещё сейчас планируется. Планируются три книги. Сейчас менеджеры ведут переговоры с редакцией. И будет три книги. Постараемся первую выпустить к следующему ретриту. Это что ни в коем случае не нужно делать, выходя на сухие дни. Потому что столько ошибок. Ребята, так себя вы губите. И вес ужасно падает. И поджелудочную вы просто там, я не знаю, что с ней делаете. И почки начинают болеть. Это же просто кошмар. Это не исцеление. Это какое-то... Всем сказать, что вот я столько-то проголодал. Зачем вам это? Кому вы что доказываете? Своё тело нужно выводить в иное состояние. И там будет она небольшая книжечка такая. И... Вот попробуем её выпустить. Попробую я её закончить к следующему ретриту. Вот. Как брошюрка будет. Вторая книжка, она будет как биография, автобиография. Чтобы вы поближе познакомились со мной. Во сколько это у меня началось. То есть, как и что. Чтобы понимание было, что это не просто я перестала есть. И такой раз, и у меня пришли озарения. Нет, это было ещё далеко-далеко в два года, восемь месяцев. Вот. И чтобы вы понимали, как идёт путь, чтобы вы что-то у себя вспомнили. Как-то себя приняли на каком-то этапе. Это тоже очень важно. Ну и третье, это просто просветление. Как я вижу этот мир. Вот. Как-то так будет. Так, Наталья. Пробовала. Пробовала, увидев, что результат меня не радует. И делала из всё-таки сделать, но не видела, чтобы меня это как-то расширило. Правильно, Наташа? Потому что делала, чтобы сделать. Это же не про нас. Когда будет марафон про депривацию? Марафон про депривацию будет, как будет там на канале у нас 100 человек. Там, по-моему, 70 человек у нас сейчас. Как только будет 100 человек, так он стартует. Но там не только он стартует. Я как раз будет стартовать и про депривацию будет стартовать марафон. И про нафит. Мы немножечко там ещё не выложили. Потихонечку будем записывать, редактировать ролики. Что такое про нафит? Я буду рассказывать. Для чего он нужен? Что такое депривация? Что такое денежный марафон? То есть денежный марафон – это тоже не про визуализацию и плакаты желаний. Это вообще, ребят, не про это. И когда вы это осознаёте, у вас просто вот так вот всё выстёгивается. Потому что вы и есть эта жизнь. Всё для вас. И это вообще чудесно. Это просто чудесно. Вы даже не представляете, какие вы уникальные. Я сама недавно увидела и узнала, какая вы уникальна. То есть мне сейчас, чтобы какой-то человек сказал, что вот ты то-то, то-то. Это здорово, что он мне скажет. Но я знаю, кто я есть. Я знаю свои способности. Я знаю свою уникальность. И когда у вас, вы выходите на другой уровень осознания, когда вам становятся многие вещи, этих социальных программ неинтересны, то вы идёте в другое. И когда я говорю о пусть будет минимальном питании, я не буду говорить про неедение, потому что это сейчас очень опасно вообще. Это же не про то, что вы меньше потратите в магазине, но меньше покакаете. Это про расширение. Это когда вы можете вместо вот этого видеть мир и путешествовать, ездить в такие места, которые просто обалдеть, какие красивые, и питаться этими энергиями. И это вообще про другое. Как они вас напитывают, это... Но у вас больше нет рамок, у вас больше нет границ. Вы есть единое пространство. Вы пространство самого себя. И то, что вы пространство транслируете, это и есть. В том вы и купаетесь. И это прекрасно. Книга говорит к следующему ретриту. А к какому именно ретриту? Я не обещаю, что она выйдет к следующему ретриту. Мы постараемся. Не все зависит от меня. Следующий ретрит будет в октябре в Москве. И я постараюсь ее сделать. Но это не все зависит от меня. Это еще зависит... Я не знаю, сколько еще... Как это будет с финансовой стороны. Потому что... Ну, чтобы выпустить в этом социуме что-то, нужно достаточно затрат на это финансово получается. Поэтому, если это все получится, то, конечно, все, что касается меня, чтобы я написала, да, я напишу. Но там же еще, чтобы выпустить через редакцию, там обязательно идут коррективы, чтобы прошли там вот это, это, это. То есть, очень много всего, чтобы я даже могла бы не делать, но это вот обязательные процессы, которые стоят денег. Я не говорю о том, что кто-то хочет срубить денег или еще. Это вообще меня не касается. Просто я говорю по факту. То есть, чтобы сделать какую-то процедуру, она обязана... Поэтапно несколько моментов, которые финансово затратны. Вот. Поэтому, если у нас все получится, то, конечно же, я ее сделаю. И для вас это будет проще, наверное. Где-то, может быть, какая-то поддержка, чтобы вы могли полистать и посмотреть, что, для чего, как. Мне бы в свое время такая книжка бы очень помогла. Я же ориентируюсь на себя. Вы ведь это я. Если бы вы могли описать свободу на автономию, то как бы вы это сделали? Если бы я могла описать свободу... Ну, свобода вообще-то я вам уже говорила, что это юридическое слово. Мне больше нравится слово воля. И как бы я это сделала? Ну, когда ты волен, то у тебя ты есть пространство. И в двух словах это очень сложно описать. Смотрите, когда я могу описать, что такое воля, что такое пространство, мне нужно вас погрузить в другую плотность, чтобы вы это прочувствовали. Иначе вот сейчас я то, что говорю на камеру, это все бла-бла-бла. Вы чувствуете то, что я доношу процентов на 10. Представляете, насколько вы себя ущемляете? А когда мы в едином пространстве находимся, то очень многие вещи вам не нужно говорить. Вы идете в моем поле, и вы идете на восприятие чувствования того, что я вам доношу. И тогда вы чувствуете это кожей, вы чувствуете это с собой, вы чувствуете вот эту безграничность, когда вы смотрите хоть куда, и вы не видите рамок, у вас нет границ, у вас нет... Важно, важно, важно. Максимум, что вы можете для себя, это приоритетность, потому что вы и есть этот путь в пространство безграничности. И когда мне ребята на ретрите говорят, что мы первый раз узнали, что можно вообще жить без мыслей, просто не секунду, не 10 секунд, а просто быть вне мыслей, это другие состояния. А можно уже сейчас ее купить в электронном виде? Иван, пока... Пока нет, пока еще все только в начинаниях. Вот, но я думаю, что сделаем, наверное, предзаказ, и какие-то будут в электронном виде, какие-то в печатном, какие-то, наверное, будут в аудиоформате. Ну, все, наверное, так будут в результате. Ездим на природу отдыхать. Заметила, что питаемся воздухом, атмосферой, а не едой. Еда не переваривается на отдых. Тяжело и отечность там. Да, конечно. Но даже с детьми, когда ходим на море, у нас вообще нет такого, чтобы мы с собой что-то взяли. Поесть или попить. У меня дети, хотя они как бы едят и пьют, но у них нет такого, чтобы вот если куда-то пошли, то с собой взять, поесть или попить. Ну, нет. Потому что мы идем на море не есть и пить. Мы идем на море, например, там купаться, загорать, плескаться, резвиться. Не про еду. Это другие состояния. Это другое мировоззрение. У моих детей другое мировоззрение. Другое восприятие мира. И это клево. Ну что, ребят, вроде бы вопросов больше нет. Мне очень приятно, что вы задаете. Это здорово. Так, сегодня четверг. Сейчас я вам скажу. Я сейчас просто очень много езжу, получается. Вторник, 15 августа. Вторник, да, вторник я еще буду здесь. Поэтому во вторник будет эфир. Ребят, вы можете заранее подготовить вопросы, которые вам интересны. Я на них отвечу. Прямо под этим эфиром можете позадавать вопросы. Я их прям себе выпишу, на них поотвечаю. Либо присоединяйтесь к эфирам. Потому что в среду я вам уже покажу новые свои путешествия. Куда я дальше поеду? В среду мы поедем на Красную Поляну, на Звездопад. Вы знаете, что с 11 августа, 30-го или с 11 августа начинается раз в году Звездопад. А 18, 19, 20-го на фестивале в Эбрау-Дюрсо, если кто-то хочет, присоединяйтесь. Если кто-то поедет из Сочи, то забирайте нас туда. Нас будет два человека. С удовольствием с вами поедем. Благодарю. Скажите, пожалуйста, нужно помогать кишечнику клизмам и прочим, если собираешься автономию или просто забить? Нет, тут разные моменты. Смотрите, смотря какой у вас был образ жизни, смотря что вы кушали, смотря было ли у вас какое-то медикаментозное лечение. И от этого уже нужно пристать. То есть я не за чистки, чтобы там чиститься, чиститься. Потому что нужно потихонечку это все делать, плавно и осознанно. И когда вы идете вот таким образом, то у вас организм сам по себе очищается. У меня ребята, которые со мной идут, они, как правило, у них нет этих чисток. Они потихоньку идут. Сначала травки определенные, потом специи определенные, потом замасливание, потом специи с травками, потом определенное питание. И потом уже вот в таком вот режиме. То есть у меня ребята, если вот едут сам, то мы были 9 дней на Алтае, получается 10. Девочки, которые были со мной все эти 10 дней, они как бы обходились без еды. Но мы ходили по горам, не забывайте. Это как бы такая нагрузочка-то. И вот еще девочка у меня до сих пор не кушает. Потому что осознание другое. Потому что питание было другое. Энергия. Когда ты понимаешь, как питаться энергией, это про другое. Это про иное. Поэтому каждому свое. Но если, конечно, был какой-то образ жизни, такой совсем жесткий, было каких-то препаратов много, то, конечно же, себе помочь нужно. Потому что интоксикация тоже может быть. Это все очень индивидуально. Но я попробую в книжке это максимально все описать. Да, про нафите интересно, Светлана узнает. Да, да, да. Ролики все выложим. Вы как раз посмотрите, что это такое. Я как раз там буду рассказывать, когда вы выходите в дни без еды, какие упражнения лучше делать, как спортом заниматься, чтобы вы не как тряпка были. И вот начинается, ой, мне так плохо, и кто-то там начинает говорить, если плохо, иди, пройди там несколько километров. А вы о почках не подумали? Вы когда ходите, начинает работать лимфа. Лимфа выводится через почки. Почки на сухую начинают работать. Вам плохо. Что вы делаете со своим организмом? Ведь нужно смотреть, что у вас, слабость, либо плохо. Потому что у нас советчиков очень много. В одном случае можно расходиться, а в другом случае нужно отлежаться. А в третьем случае нужно сделать другие вещи. Где-то нужно определенные масла понюхать, а где-то нужно определенную травку выпить и идти дальше. Тут все же, вроде бы все просто, но когда вы слышите себя, тогда просто. А когда вы начинаете на кого-то другого опираться, то вам дело спасибо не скажет. И на пранафите как раз будут те упражнения, какие упражнения лучше делать. То есть это не будет качалка. Это будут именно те упражнения, которые мы будем вытягивать. Вытягивать сухожилия, как их вытягивать, на каком дне лучше. Потому что будут кости просто выламывать. Кости выламывают, потому что выходят паразиты из костях на определенной стадии дней без еды. И когда паразиты из костей начинают погибать, я не знаю, как правильно сказать. Но это больно. Бывают такие боли, что невозможно их перетерпеть. И чтобы этих болей максимально не было, мы будем с вами делать определенные упражнения. Когда нужно бегать, как нужно бегать, в чем нужно бегать. Мы тоже об этом будем разговаривать. У нас с вами столько еще всего много. Светлана очень благодарен. Благодарю, Наташа. Ну все, ребятки, буду закругляться и дальше работать. Я у всех обняла крепко-крепко-крепко. Мне еще тут пишут, если понравился эфир, то чтобы продвигать его, нужно лайкнуть его. И если вы хотите кому-то отправить, то не стесняйтесь, отправляйте, чтобы люди тоже узнавали, пробуждались, просветлялись, чтобы они приходили, максимально приходили к себе. Не мыслили не наши мысли, не мыслили те мысли, которые их уводят от себя. Это тоже очень важно. Все, всех обняла. Всех жду на марафонах. Ну, конечно же, на ретрите и на эфирах. Пишите вопросы. Продолжение следует...